Доктор технических наук Владимир Козловский в составе группы ученых стал лауреатом премии имени Мосина. Научный коллектив занимался разработкой комплексной программы развития качества машиностроительных производств автомобильной техники военного назначения. В октябре работодатели подняли уровень зарплат в Самаре на 22% по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Это выяснили эксперты платформы онлайн-рекрутинга. Наибольший рост предлагаемых заработных плат в Самарской области отмечен в сферах транспорт, логистика, перевозки, рабочий персонал, домашний обслуживающий персонал, производство сервисное обслуживание, административный персонал. Меньше всего увеличили предлагаемые зарплаты работодателей сфер наука, образования и юристы. Снизились предлагаемые зарплаты в сферах спортивные клубы, фитнес-салоны красоты и высший средний менеджмент. В Самарском доме дружбы народов 18 ноября в 11 часов состоится 26-й областной чувашский фольклорный фестиваль «Керсари». Это праздник осеннего урожая, уходящий корнями в давние времена, когда после завершения уборочных работ пекли хлеб из зерна нового урожая, варили напиток из свежего хмеля, созывая в гости близких и родных. Вход на фестивальную площадку свободный. Показали свои творческие работы и посмотрели выступления детских коллективов Самарского дворца ветеранов. Для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел городской онлайн-фотоконкурс «Осенний колейдоскоп». В нем приняли участие 29 ребят. Вместе с родителями они подготовили фотографии рисунков, поделок, аппликации из природных материалов. Расскажем о празднике подробнее в программе «События» на телеканале «Самара ГИС». В Тольятти кинолог со служебной собакой помогли оперативникам задержать подозреваемую в незаконном обороте наркотических веществ. Во время рейда возле одного из домов полицейские заметили девушку. Служебная собака указала, что у нее при себе имеются запрещенные вещества. Позже экспертиза подтвердила, что это наркотики. Заведено уголовное дело. Девушке грозит срок от 3 до 10 лет. В России готовятся ввести обязательную маркировку консервов с 1 сентября 2024 года. С этого времени предлагают также начать маркировать ветеринарные препараты, растительные масла и корма для животных. Подробности читайте в телеграм-канале «Самара ГИС». Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали, какие продукты надо обязательно включить в свой рацион для укрепления здоровья в ноябре. Для профилактики сезонных заболеваний полезны овощи – морковь, свекла, репа, разные сорта капусты, картофель, хрен, корень, сельдерея, редька и чеснок. Из фруктов стоит выбрать сладкий гранат. Его плоды благотворно влияют на сердечно-сосудистую, мочеполовую, эндокринную систему, пищеварение, состояние кожи. Еще один витаминный десерт ноября – это хурма. В ней особенно много витамина В5, который влияет на обмен жиров, углеводов и белков, стимулирует работу надпочечников. Когда у ребенка отнимают детство, вместо него поселяется страх, а еще безразличие и обреченность. Арина за свою маленькую жизнь пережила большие трагедии, но в нее верили и страх ушел. Смотрите новый выпуск программы «Обернитесь» сегодня в 18.45 на телеканале «Самара ГИС».